Все это, конечно, неминуемо вызывает чувство гордости, при этом не хотелось бы надорваться. Единственный, пожалуй, успех, который Россия имела, Кремль имел, это успех в оболбанивании, в пропагандистской своей кампании, в дезинформации прежде всего своего народа. Ну и в широкомасштабных попытках дезинформировать своего предстоящего противника, жертву нападения, то есть Украину. Потому что в то время и сразу после того, как Бернс слетал в Москву с угрозой, как мы теперь видим, с надеждой предотвратить, остановить агрессию, В это время в украинском информационном пространстве группой кремлевско-трампистских дезинформаторов разгонялась волна о том, что Байден сливает, или уже слил Украину Путину. И вот этот визит Бернса трактовался как подтверждение, то есть Бернс ехал с тайной миссией договориться в Кремле, как они вместе будут сливать Украину. Ну и вы, наверное, знаете, да, это группировка трампистско-кремлевских дезинформаторов, которые условно называют «трус, балбес и бывалый», у которых духовный отец – это Иларионов. И в это же время они же гнали волну, что никакой угрозы нет, никакой нет концентрации войск на российско-украинской границе. Все это фиксы, это все для того, чтобы закамуфлировать сговор. Ну вот теперь, видите, все тайное рано или поздно становится явным. То есть вот эта статья, описание в этой статье визита Бернса, она просто разоблачает всю эту банду трех-четырех там этих фейкомечущих тушканчиков, внедрившихся в украинское информационное пространство. И кому это было все выгодно? Ну, кому? Давайте договорайтесь в трех раз. Самый главный получатель выгоды из вот этой дезинформационной кампании. Ну, прежде кампания о том, что никакого вторжения не готовится. Раз. А вторая – это о том, что Байден слил Украину Путину. Это накануне агрессии. И что теперь делать Украине? Если украинцы воспринимают этот месседж. Такая армада севера готовится к агрессии. Америка, значит, Запад слили. Остается только сдаваться. Вот это и была реальная цель этой трампистско-креблевской группы дезинформаторов. Что касается меня, меня могут спросить, а что вы говорили? Отсылаю вас мое видео, которое я сделал и разместил 15 ноября. Видео 351-3. Третья часть. Видео 351. И начинайте с 3 минут 35 секунд. Вы услышите, что я говорил. Ну, а теперь пошли дальше. Один из вопросов, который мне тоже задавали, который обратили внимание зрители, то, что многие лица из окружения Путина теперь говорят, что они ничего не знали, не подозревали, и некоторые зрители заподозрили. А вдруг это Нью-Йорк Таймс таким образом их отмазывает? Господа, должен вам дать 100% гарантию. Если бы была 120%, то я бы дал и 120%, что это в никоем мере не входит в планы, не может входить в планы американского издания, такого как Нью-Йорк Таймс. Это просто, и я вам сказал в прошлый раз, это просто стремление ближайшего окружения Путина отмазаться от него, соскочить с тонущего корабля. Это хороший признак, что они понимают, что победа им не светит, и они понимают, что начальник попался, и теперь они не хотят быть с этим паханом. А это значит, что зарадыш, ну, фактически, вот измена начинается с того, когда подчиненный пахана начинает говорить, что он не знал того, о планах пахана, что-нибудь совершить. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Ну, а все равно, ці показові зустрічі, їх Путін давно не проводив з генералітетом. Наприклад, та сама британська розвитка каже, що Путін хоче розділити відповідальність за ситуацию в Україні з своим генералітетом, тому що до останнього часу безпосередньо із ним пов'язували планування, навіть стратегічне, навіть поточне, якихось операцій. Мовляв, він приймає остаточне рішення. Не генерали, не Герасимов, а от безпосередньо Путін. Открытие для того, щоб ми не перебросили резерви на Южний фронт. Вони прекрасно понимають, що як тільки станет погода, більше-менее схватят мороз і землю, сантиметром на 30-40, і наші війська почнут движення в сторону Азовського моря. Це мінімум. А це відсечення кримсько-херсонської групіровки. Як тільки начнется движення військ украинських в сторону Азовського моря, їм придется принимати рішення уходити із Запорожської і Херсонської області. Це вінуждає, к этому буде вінуждать логика введення боєвих действий. Їм придется принимати такого рода рішення, і именно це рішення Путін хоче зараз розмазати на всіх генералів. Одного Суровикина уже мало. То есть Суровикин уже вимазался выходом з правого берега Херсона. Теперь Путін хочет вот такое решение розмазать на весь генералитет одновременно. Тобто це вчорашні вничні вибухи на Чонгарі, це була така собі пристрілка, не знаю, невідомого бававнятки по тим логистичним маршрутам, якими росіяни можуть рухатися? Так точно. Це робота планова, робота наших дальніх средств пораження. Уже ми достаємо до Чонгара, до Армянска, а ми вже достаємо до Сіваша, то есть і до Арабадської стрілки, в тому числе Двердянськ под ударом. Це дальності більше 100 км. То есть у нас появились определенні средства пораження, які ми можемо прожигати фронт. І це начало освобождения Крима, можна об цьому говорити, так як примерно така ж самая операція була проведена на правом берегу Днепра, коли на глубину 50-70 км. ми прожигали средствами пораження дальніми, які у нас на той момент були, вносили російські склади, російські пункти управління. Зараз ми почали це робити на Херсонському, на лівому берегі Херсонської області, і на Запорожській області, і на вході в Крим. Це вже почало. Діля нашу нову техніка, так і називаємо, як вони все рекламирують і кажуть, я в душе не м'ю. Все на Херсонському фронті не стріляються. Да, конечно, там все, да? Да, танки Т-90, все туда. Да, да. А що у вас там, вчера писали в новостях, там деревня какая-то у вас є, Житловка рядом, там около них ВСУ отвоєвали часть дороги Слатова Криміннає. Да вони тут еб***, що там грякають постоянно. А скажи мені, а що це, мобілізовані побили три місяці на обученні і домой нахренці посмотались? Посмотались зараз, да? У нас багато п'ятисотих. Багато багато. А що це таке? П'ятисотий? Це, який, б**ть, автомат бросив і сказав, пішли всі нахрену, я не буду далі служити. І с'їб***вся нам. Ось, п'ятисотий. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.